Всем привет! В этом видео мы добавим изображение к ссылкам на наши посты и для этого мы будем использовать специальный плагин, который называется Gatsby Plugin Image и благодаря этому плагину наши изображения будут автоматически создаваться в разных форматах и размерах которые будут использоваться в зависимости от скорости соединения и девайса пользователя Также для этих изображений из коробки будет доступна так называемая ленивая загрузка или лейзи лоудинг И если мы откроем страницу нашего плагина, давайте я ее открою, вот он Gatsby Plugin Image то ниже мы увидим, что для работы плагина требуется установка нескольких пакетов Вот эти пакеты здесь перечислены, это сам плагин Gatsby Plugin Image Потом у нас идет Gatsby Plugin Sharp и Gatsby Transformer Sharp И как раз вот эти два плагина, они задействованы в создании оптимизированных версий наших изображений при сборке проекта А также требуется вот этот вот плагин Gatsby Source File System, который мы ранее уже настраивали И на самом деле в нашем стартере все эти пакеты уже установлены Давайте я покажу вам файл package.json Вот у нас Gatsby Transformer Sharp, вот у нас Gatsby Plugin Sharp, Gatsby Plugin Image И соответственно наш Gatsby Source File System, который мы настраивали раньше И если мы откроем наш файл Gatsby Config, мы увидим, что все эти плагины уже у нас зарегистрированы Собственно вот Gatsby Transformer Sharp, Gatsby Plugin Sharp, Gatsby Plugin Image И у нас есть экземпляр нашего плагина Gatsby Source File System, который подтягивает все наши изображения из папки, которая называется Images И если мы сейчас откроем наш файл Index.js, который отвечает за рендеринг нашей главной страницы То мы увидим, что наш плагин Gatsby Plugin Image уже используется для отображения изображения на главной странице Вот этот астронавт И как это происходит? Мы импортируем компонент Static Image из нашего плагина И на странице уже этот компонент используем, передаем в него нужные свойства Основное свойство это Source, где мы прописываем путь до нашего изображения Потом идут опциональные свойства ширина, quality, качество изображения, форматы изображения, alt И добавляются какие-то стили И уже на выходе мы получаем оптимизированное изображение с функцией ленивой загрузки Давайте я перезагружу страницу и мы видим, что пока изображение не загрузилось Мы видим вот этот вот эффект размытия Давайте посмотрим на это изображение с точки зрения HTML структуры Я кликну посмотреть код И мы видим, что все изображения, которые рендерятся с помощью плагина Gatsby Image Они заворачиваются в div со свойством Data Gatsby Image Wrapper И у нас здесь идет первый div Как раз он отвечает за вот этот вот эффект размытия Который мы наблюдаем до того, как наше изображение загрузилось И мы можем этот эффект менять Например, мы можем сказать Place Holder равняется Blurred Тут на самом деле есть несколько значений, которые мы можем использовать Можете посмотреть в документации Если сейчас я нажму Save, я думаю, для этого потребуется перезагрузить наш проект Проект перезагрузился Давайте посмотрим, что у нас получится Я перезагружаю страницу И мы видим, эффект поменялся Эффект размытия немного другой Давайте открою еще раз структуру с точки зрения HTML И дальше мы видим тег Picture И внутри этого тега мы получаем несколько версий нашего изображения В разных форматах и размерах Вот у нас здесь есть Aviv Тут у нас где-то еще следующий WebP И, собственно, PNG И все эти вещи мы получаем из коробки И это круто, потому что если все это делать с нуля своими руками То придется потратить много времени На самом деле с плагином Gatsby Image мы получаем два компонента Которые мы можем использовать для отображения изображений Первый у нас это Static Image, который мы сейчас используем Где мы руками прописываем путь до нашего изображения Внутри свойства SRC Вот оно, свойство SRC А второй компонент называется Gatsby Image Давайте я открою в документации Покажу вам, как он выглядит Gatsby Image Вот он, Gatsby Image И этот компонент используется, когда мы хотим отображать динамический контент То есть использовать данные, которые мы получаем в нашем запросе GraphQL И как раз мы будем его использовать для изображений Которые мы будем получать внутри нашего запроса GraphQL для каждого поста И в тестовых целях и для простоты Давайте использовать стандартную картинку с астронавтом В качестве изображения для каждой нашей ссылки Давайте откроем наши посты и добавим изображение Давайте откроем пост 1 И мы сверху вот сюда вот добавим свойства Мы скажем Image Две точки Images И у нас называется Gatsby Astronaut Точка PNG Давайте мы нажмем Save И скопируем это свойство И добавим его Во все наши посты Это пост 2 Пост 3 И пост 4 Отлично Теперь давайте перезагрузим наш проект Ctrl-C И Gatsby Develop Отлично, наш проект перезагрузился Теперь давайте откроем наше приложение GraphQL Скопируем вот этот адрес в нашу адресную строку И посмотрим, что мы получаем в качестве изображения Здесь давайте посмотрим на наш объект Front Matter И мы видим, что здесь появился новый объект Он называется Image Давайте на него кликнем И нас интересует объект, который называется Child Image Sharp Кликаем на него И нам нужно свойство Gatsby Image Data И с помощью этого свойства мы можем задавать нужную конфигурацию для нашего изображения Это то, что мы делали первый раз Внутри компонента Static Image Давайте я покажу вам Вот, Static Image мы задавали Placeholder, Source, Width, Quality, форматы и так далее Но вот сейчас мы это можем делать прямо внутри нашего запроса Давайте попробуем это сделать И, например, начнем со свойства Width, ширины изображения Давайте скажем, что оно у нас будет равняться 200 пикселей Дальше можно выбрать какие-то форматы Давайте мы укажем форматы Можем пока указать авто У нас форматы авто И давайте добавим Placeholder То есть это изображение, которое мы будем видеть Пока подтягивается основное изображение Мы скажем тоже Blurred Так, вот наша конфигурация Давайте нажмем Play и посмотрим, что мы получаем в ответ А в ответ мы получаем изображение Объект изображения Который содержит вот эти все нужные оптимизированные свойства Здесь у нас формат изображения PNG Какие-то разные размеры У нас есть вот это изображение, которое мы видим Пока подтягивается основное изображение И, на самом деле, если мы дополним форматы На самом деле, по-моему, мы здесь можем использовать массив Вместо какого-то одного значения И мы можем, например, добавить какой-нибудь, например, формат Aviv Нажмем Play И мы увидим, что ниже добавилось изображение в формате Aviv Отлично И теперь наша задача взять вот эти вот настройки изображения, которые мы здесь прописали И указать их внутри нашего компонента Давайте скопируем наш новый объект Image И перейдем в наш файл Index.js, который отвечает за отображение нашей главной страницы Прокрутим ниже И нам нужен наш запрос Мы хотим его расширить Внутрь объекта FrontMatter мы хотим скопировать наш новый объект Image И давайте мы его чуть-чуть отформатируем И давайте теперь поднимемся выше И выведем в лог Скажем, console.log Наша переменная Notes И посмотрим, что мы получаем для каждого поста Нажимаем Save И давайте перезапустим наш проект Проект перезапустился Давайте перейдем на нашу главную страницу И перезагрузим страничку И мы видим, что мы получаем наши посты Это переменные Notes И для каждого поста мы теперь получаем внутри объекта FrontMatter Объект Image И, соответственно, все нужные оптимизированные данные по каждому изображению Давайте заглянем в документацию нашего плагина Чтобы понять, что нам нужно сделать, чтобы отобразить наше изображение И здесь выше указано, что нам нужно импортировать компонент GatsbyImage И специальный метод GetImage Давайте мы это сделаем Прямо вот здесь, вот выше Через запятую Так, мы их импортировали Отлично Теперь, чтобы получить изображение для каждого поста Нам нужно передать его в метод GetImage Давайте прямо вот эту строчку скопируем Ctrl-C Опустимся ниже, там, где мы отображаем ссылки на наши посты И ниже Давайте добавим наш объект Image, который мы получаем из нашего объекта FrontMatter И вот сюда скопируем вот эту вот нашу строчку Давайте назовем нашу переменную не Image, а AMG И передадим внутрь метода GetImage наш объект Image, вот этот, который мы получаем для каждого поста Так, и теперь структура того, что мы здесь отдаем, немного поменяется Давайте я ее поменяю Здесь у нас будут просто скобки У нас будет внешний div У нас будет ссылка на каждый пост А выше мы будем использовать наш компонент Gatsby Image И давайте посмотрим в документацию еще раз Мы передаем два свойства Давайте тоже их скопируем для быстроты Это Image И оно у нас равняется нашей переменной вот этой вот AMG И свойство Alt И мы сюда будем передавать название каждого поста Мы еще забыли одну вещь Нам нужен вот этот вот ключ Добавлять не каждой ссылке А каждому вот этому внешнему div Вот так вот Теперь давайте перезапустим наш проект Наш проект перезапустился Давайте откроем главную страницу И посмотрим, что мы получаем И мы видим, что мы получаем все названия наших постов Ссылки на наши посты И фотографию с нашим астронавтом Давайте посмотрим, как она выглядит Каждое изображение завертывается в div Со свойством data Gatsby Image Wrapper И включает все нужные оптимизированные версии нашего изображения И мы это получаем для каждого из наших изображений Отлично! Увидимся с вами в следующем видео!